Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол Это Жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за Ювентус. Остается буквально здесь месяца два и долгожданный для нас чемпионат мира за сборную Италии. Вот, кстати, Ювентус выиграет титул чемпионата Италии. Итак, Крещен Роналдо в Лиге Чемпионов пока что лучше бомбардирована ряду с Неймаром и Асенсио. Ну и также мы видим Лукаку из Манчестера, в котором мы сегодня будем играть. Счет 2-2. Как вы видите, Манчестер забил нам в гостях два мяча. И теперь нам нужно, если мы выиграем минимально, это уже будет в нашу пользу. Но если будет 1-1, то это в пользу уже Манчестера. Нам как минимум нужно забивать два мяча, чтобы чувствовать себя уверенно. Вот такой состав сегодня выйдет на поле. Алисон все-таки будет играть. Я решил все-таки с честным оставить во втором составе. Ну и посмотрим, на что способен Ювентус. Итак, театр мечты. Ол Траффорд, Манчестер, Юнайтед, Ювентус. Лига Чемпионов. И он находит эту лазейку Роналду. И это 1-0. Ну как это так-то? Уже на второй минуте Крещено Роналду забивает свой восьмой мяч. Ну и правда вот он отпраздновал этот забитый мяч. Не знаю, как поймут его болельщики или нет. 3-2. Ювентус впереди для Роналду. Это уже восьмой гол в чемпионате. Ну вот так вот легко он просто обходит это бои. Ну и вот так вот ДХ вообще не стал даже отбивать. Вторая минута. Роналду уже забивает. Забивает. И вот оно на Алексе Санчезе все-таки забивает. Паненко сработал таким вот парашютиком. Ну и далеко. Да, вышел Алисон. Я хотел сыграть на опережение. Но вот так вот он очень элегантно переправляет. И сейчас это ничья в пользу как раз Манчестера. Дели Блинд его даже не пытается сдержать. Навес на Роналду. Ну а тут смотрите, что дальше-то происходит. И это мать Юди. Это мать Юди. Отлично. Забивает Блэйз Мать Юди. Забивает Ювентус два мяча в гостях. Так же как и Манчестер. Пару матчей тому назад. И отлично. Теперь уже если будет ничья 2-2, то это уже перейдет время в дополнительное. Ну а Блэйз забивает свой уже второй гол в Лиге Чемпионов. И вот она Дуглас Коста. И это 3-1. Все. Если даже и забьет Манчестер. Еще два мяча и сравняет. То это уже будет ничья в пользу Ювентуса. 3-3 мяча забил Ювентус на Олд Траффорде. И именно это приведет их скорее всего уже к выходу в полуфинал. И вот здесь Дебала левой ногой переправляет мяч. На дугу за Коста Валенсия немножко ошибается. Теряет позицию. Здесь бои. И Роналду. Еще и срикошетом Адоведа Дехеет. Дубль Кришьяну. Вот здесь-то он как раз и не празднует. Понимает, что гол-то не изящный. Но все-таки 4-1. Так вот левой ногой, конечно, Давид Дехеет уже почти доставал этот мяч. Но под подмышкой мяч пролетает. Роналду забивает свой девятый мяч. И вот она ошибка. Марсиаль. Марсиаль. И это 4-2. Ошибается Алисон. Неточная передача. И все. Уже. Наказывает сразу же Манчестер. Марсиаль забивает свой, кстати, первый гол. Курьезный. Но такой же практически, как и Роналду забивает. Там с рикошетом. Все. Ну все. Ювентус проходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Благодаря, наверное, все-таки этому быстрому голу Кришьяну. Игра все-таки поменялась. ПСЖ сыграл в ничью с мадридским Реалом. Но, я не знаю, наверное, все-таки закончили. Да, вот. Дальше выходит в полуфинал Мадридский Реал. Не знаю, как еще вот по другим четвертьфинальным матчам. Может, они еще и не сыграли. Сейчас мы об этом узнаем. Шесть аж сообщений нам сразу пришло. Итак, Лига Чемпионов. Да, все сыграли. Барселона, я так понимаю, дальше прошла. И прошел дальше либо Манчестер, либо Бавария. Дальше прошла Бавария. И мы сыграем с Баварией как раз. Ну, будем ждать. Пресс-конференция. Полное выздоровление у Алексея Мироничука. Два изменения в расписании. Призовы фон 6,5 миллионов мы получили. Ну и будем ждать, чтобы все-таки... Прошла Барселона в финал. И мы бы снова столкнулись против Криштиана Роналда и Лианеля Месси в финале. Ну, тут уже Барселона Реал, Эль Классика в полуфинале. Но мы немножко другого будем ожидать. Я могу играть, говорит Гаррет Бейл. Ну, здесь и не принципиальная игра. Да, для Наполя это будет как раз принципиально. Потому что им нужно закрепиться на второй строчке. Это все-таки выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Но будем смотреть. Я могу играть. Ну, давайте сейчас еще посмотрим, как там Гаррет Бейл по самочувствию именно. Ну да, он здесь готов. Поэтому, почему бы его бы и не выпустить. Я бы, знаете, что бы сделал бы, поменял бы Зинченко с Коноплянкой. Вот это бы Бейл бы выпустил. Потому что Зинченко мне очень нравится. Нападение именно, когда играет. Ну, и вот таким составом мы сейчас посмотрим. Также нам говорят, что выздоровел Алексей Миранчук. Давайте посмотрим. Немножко ему дадим. Хотя бы, может быть, один тайм. Ну, Ювентус-Наполе. Снова интереснейший матч. У нас сегодня два интереснейших матча в одном выпуске. Поехали. Итак, готовится Гаррет Бейл к выходу. Сегодня он в стартовом составе. Прошла у него травма. И вот во втором-то как раз в составе он и сегодня сыграет. Вот он, Лоренци Инсини. Игрок сборной Италии, который поедет на чемпионат мира, если, конечно, ничего с ним не случится. До чемпионата мира остается чуть больше месяца. Видит он и Зинченко. Зинченко на Миранчука. Миранчук, отлично. На Манджукича. Манджукич снова на Миранчука. Миранчук. И вот такое вот еще и возвращение у Миранчука после травмы. Четвертая минута Ювентус забивает. Ювентус очень много забивает в первые минуты. И вот так вот. Очень хорошо там Миранчук ушел от подката. И снова на таком вот рикошете уже от голкипера. Миранчук забивает. Гол после травмы. И это уже его пятый за Ювентус. Будет еще один угловой. Поэтому можно и отыграться на Ювентусе. Вдруг они не будут так играть. Пеппер Рейна. Шикарный сейф. И Хадира. Вот так вот. Вы посмотрите, какой курьезный гол. Забили. И сами Хадира. 2-0. Марио Манджукич отлично ударил головой. Давайте смотреть. Здесь вот попадает он по перекладине. Здесь. Я не понимаю, кто это. А, это Джикия сначала отыграл головой. Мяч взлетел снова вверх. И здесь уже Хадира быстрее вратаря отыграл. Забивает немец свой уже 6-й гол. Который неплохо так отыграл. Ответный матч с Манчестером. И забивает Педро. Плохо здесь сыграла оборона после штрафного. И вот так вот. Безофсайдно он выскочил. Никого просто не было. Расстрелял он сейчас, честный. С левой ноги под перекладину. Вот так вот начинает второй тайм Ювентус. И вот так вот камбэчит Наполи 2-2. Во втором тайме быстро они за 6 минут забили два мяча. Федерико Бернардески отдает пас на Марио Маджукича. Тот обратно на Бернардески. И Зинченко шикарным бельярдным ударом забивает снова. Вот так вот он раскрылся на позиции нападающего. Хоть и левого, хоть и правого. Вот этот отличный пострел он замыкнул. И чуть-чуть, да, в притирочку было бы со штангой забивает Александр Зинченко свой второй уже мяч в чемпионате. Вот снова эта ошибка галкиперская и пропускает. Пропускает Ювентус. Остается буквально 7 минут до конца. Снова эта ошибка. И Фабио Мартин забивает свой уже восьмой мяч за Наполеем. 3-3. Просто невероятный матч. И не удается даже сейчас Бернардески вывести вперед. 3-3. Очень жаркий матч. Болельщики, наверное, все-таки Наполе довольны этой игрой, нежели чем Ювентуса. Но Ювентус все-таки уже выиграл чемпионат. Им не так уже стоит играть в полную силу. Они показывают красивый футбол. И вот они показали 3 забитых мяча с каждой команды. Давайте, кстати, посмотрим, что там по забитым мячам у Ювентуса. Да, именно вот эти 3 забитых мяча Ювентуса стали сотыми. И именно Зинченко забил сотый мяч за Ювентус в чемпионате Италии в этом сезоне. Вот так вот. Но проблемы. Проблемы есть у Ювентуса с вратарями. Что с Альсом, что с Чесны. И Манджуки здесь. 24 забитых мяча, 20 у Кришана Роналда. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем на этом выпуске 20 лайков. И выпуск следующий уже с Ювентусом не заставит себя ждать. В следующем выпуске у нас матч против Кротоны и против Баварии уже. Первый матч Лиги Чемпионов. Так что в следующих двух выпусках у нас полуфинальные матчи в Лиге Чемпионов. Дальше у нас будет Рома Интер. Вот так вот. И Хелос Верона. И там, если мы обыграем Баварию, мы выйдем в финал. Будет уже финал Лиги Чемпионов. Ну а дальше у нас будет, наверное, два выпуска или три с Чемпионатом Миром. В первом мы пройдем весь групповой этап. Если получится, ну весь, то уж точно мы покажем в одном выпуске. Ну а дальше уже будем по два матча брать. Например, одна восьмая четверть в финал и полуфинал в финал, если, конечно, выйдем. Ну а с вами был Андрей Хорьев. До новых встреч, друзья. До свидания.